Привет! Сегодня с тобой говорим про усталые надпочечники, как тебе помочь, если они прям тебя выгорели. Уже выгорели и ты сам устал. Вот я знаю таких людей, которые говорят, я устал, уже устал. И в этих случаях я не даю какие-то супер заумные тесты и говорю, не нужно, не нужно, ребят, не нужно себя мучить. Первое, что нужно сделать, если у вас есть проблемы с надпочечниками, это включить питание правильное. И здесь мы не говорим про какие-то легкие салатики, которые порекламируют, так ты будешь лучше опорожняться, так ты будешь лучше. Вам нужно то, что содержит нормальный коллаген, и в основе это, конечно, продукты животного происхождения, плюс нормальная кислотность. Здесь вам поможет яблочный уксус. И другой момент, надпочечники участвуют в реакции стресса. И, соответственно, если стресса очень много, то бей, беги, замри, похоже на физическую травму. Если вы подозреваете у себя вот эту историю, то очень-очень важно убрать рой мыслей в голове. Самое простое, что вы можете сделать, это создать пространство релаксации. И про питание я вам четко сказала, что здесь важны базовые аминокислоты и электролиты, которые есть в овощах. Думаю, это здорово. И другой момент, убрать полностью все эти идиотские кофеины, мафеины, которые влияют на ваши уставшие надпочечники. И, конечно, многие, знаете, что делают? У них такая есть ошибка большая. Они целый час там что-то фигачат на беговой дорожке. Но это не добавляет им пространства. Это только отнимает энергию. В таких случаях важно выйти и просто прогуляться в любом месте, где есть свежий воздух. Это даст вам хорошее-хорошее самочувствие и хорошее такое состояние. Другой момент, СМИ, другие люди, финансовая катастрофа, это все нас пугает и добивает надпочечники. Поэтому, если вы, например, женщина, вам вообще очень сильно нужно за ними наблюдать. Потому что без них ваша менопауза будет жестко-жестко болезненной. Другой момент, если у вас, в принципе, все в порядке, а вы, может быть, мужчина. Вам, кстати, это тоже важно, потому что тестостерон. Другой момент, электрические приборы, телефоны, это все влияет. Дефицит витамина D, магния. Это большая-большая история, которая может раздражать вас. Плюс развивается, бывает еще аритмия из-за проблем с диабетом. У людей, которые сидят на всяких салатиках, сладеньком, фруктиках, зерновых, у них еще и аритмия. Поэтому здесь поможет барберин, хинин и магний, калий. Датировать себе очень важно. Спать, ложитесь, когда устали. И отключайтесь от всех других. Если есть вопросы, подписывайтесь на мой канал. Меня зовут Алена. Я такой же, как человек, как и вы. Обычный самый. Просто люблю жизнь, люблю нутрициологию и психологию. Поэтому калий и магний вам в помощь. Да и мой канал тоже. Поставьте лайки, поблагодарите. И жду вас в прямых эфирах. Спасибо. Спасибо.